Извините, господа, у меня проблемы возникли с интернетом. Ну, надеюсь, зайдет еще. Здравствуйте, здравствуйте. Как самочувствие? Никто не болеет? Нет, все хорошо, спасибо, у вас как? Да ничего, отбиваемся. Так, сегодняшнее наше практическое занятие, пятое практическое занятие. Знакочередующиеся ряды, которых мы рассмотрели. Значит, знакопеременные ряды. Теперь мы рассматриваем, уже рассмотрели знакоположительные ряды, для исследования которых четыре признака у нас есть. Признак сравнения, признак доломбера, признак оши и интегральные признаки. Вот теперь, если будут меняться знаки, то есть ряды, имеют такие члены, которые имеют произвольные знаки. Не обязательно, например, таких, как чередующиеся. Например, в первую очередь изучаются знакочередующиеся ряды. Они имеют некоторую особенность. Например, если первый ряд положительный, второй отрицательный. Третий положительный, четвертый отрицательный. И так далее. Они называются знакочередующимися рядами. Их общий член, пишется AN, минус единица в степени N плюс 1 или минус единица в степени N. А в знаменателе здесь, поскольку несчетные числа 3, 5, 7 и так далее, 2N минус 1 можно поставить. Значит, общий член выяснили, тогда для исследования таких рядов мы доказывали на лекции теорему Лейбница о том, что если последовательность членов знакочередующегося ряда по модулю убывающая, бесконечно малая последовательность, тогда ряд сходится. Значит, берем ряд абсолютного значения. То есть минус единица в степени N плюс 1 уже роли не играет. Этот ряд можно проверить по интегральному признаку, потому что если AN превратим в функцию F от X вместо N подставляя X, это будет единица деленной 2X минус 1. Это хорошо интегрируемая функция. Значит, вычисляем интеграл от единицы до бесконечности DX деленной 2X минус 1. Ну, как предел можно написать, предел при B стремятся в бесконечности от единицы до B, чтобы привести к непосредственному интегрированию на 2 умножим и разделим, чтобы по дифференциалам 2X сделать. Потом минус единица по дифференциалам всегда можно добавить. Этот интеграл уже табличный. Логарифм 2X минус 1 дает. А вот если верхний предел B подставим, это 2B минус 1, а единица подставим, единица 0. А логарифмическая функция это неограниченная при B стремятся в бесконечности. Значит, бесконечности. Получается, что наш ряд по абсолютным значениям расходящийся. Ряд абсолютного значения расходящийся. Значит, а по теореме ледница это убывающая последовательность. Так? Общий член ряда стремится к нулю. Таким образом, сделать можем такой вывод. Наш ряд условно сходящийся. Условно сходящийся ряд. Почему так говорим? Потому что мы на лекции приводили такой пример. Сначала рассмотрели условно сходящийся ряд. Ряд может сходиться по теореме ледница. А потом рассмотрели гармонический ряд. Гармонический ряд по модулю расходящийся. Значит, абсолютно сходимость определяет вообще-то сходимость. Потому что мы говорили о теореме. О том, что абсолютно сходящийся ряд обязательно сходится. А вот если ряд абсолютного значения расходящийся, а сам ряд сходящийся, тогда будем говорить условно сходящийся. Вот, например, проверить следующий ряд на сходимость. Ряд n от единицы до бесконечности. Минус 1 в степени n квадрата плюс n деленное на 2. n на 2 в степени n. n деленное на 2 в степени n. Если этот ряд расписывать будем, n придаем значение единицу. Значит, это минус 1 вторая будет первый член. n равняется 2 на 2 делится. Значит, второй член тоже будет отрицательным. Третий, четвертый положительные. Следующая пара будет отрицательным. Значит, просто ряд знакопеременный не является знакочередующимся. Хотя вот здесь минус 2 деленное на 4 можно на минус 1, 2 разделить, минус единица будет. Так ведь? А следующий уже закономерность невозможно выяснить. Значит, ряд абсолютно в значении можем рассмотреть. Значит, минус единицу по модулю, если взять, это единица. Значит, ряд n от единицы до бесконечности, n деленное на 2 в степени n будет. Этот ряд хорошо проверяется при помощи признака Даламбера. То есть, вычисляем предел при n срыве бесконечности a n плюс 1 деленное на a n. А n это n деленное на 2 в степени n. А n плюс 1 это n плюс 1 деленное на 2 в степени n плюс 1. Их частные, значит, знаменатели, поменяем местами числитель и знаменатели, на умножение меняем деление. Тогда предел будет равняться 1 и 2, потому что n плюс 1 деленное на n при n срыве бесконечности ведут себя одинаково. А вот 1 вторая меньше единицы. Значит, по признаку Даламбера вот этот ряд сходится, а этот ряд является рядом абсолютного значения для нашего ряда. Следовательно, наш ряд абсолютно сходящийся ряд. Вот какое заключение сделано. Давайте рассмотрим еще один пример. Ряд n от 2 до бесконечности минус единицы в степени n логарифм n деленное на n. Почему здесь от двойки начинается? Единицу и не можем подставить, потому что логарифм единицы 0, первый член обращается в 0. То есть 0 не в тишину. Выражение ряда. Значит, проверить этот ряд, исследовать ряд на сходимость. Если минус единицу в степени n взять, это в первую очередь ряд, знак очередующийся. Значит, если ряд абсолютного значения членов ряда возьмем, это логарифм единицы деленное на единица. Это здесь неправильно написано. Вот здесь ошибка пошла, оказывается. Первый член не должен быть. Ноль же это. Логарифм 2 деленное на 2 не меньше нуля. Здесь ошибка. Первый член надо зачеркнуть вообще-то. Начиная со второго. Логарифм 2 деленное на 2 больше чем логарифм 3 деленное на 3 и так далее. Почему так? Если вы возьмете производную функцию логарифм х деленное на х, при х больше чем 2 это будет функция отрицательная. А вот предел считаем логарифм n деленное на n. Можно использовать правило лопиталя. Клогарифм х деленное на х при х стремящей бесконечности. Значит, если по правилу лопиталя отчислительного знаменательного производного единица на n равняется нулю. Значит, заключение какое? По признаку лейбница наш ряд сходится. А вот рассмотрим ряд общий член, ряд абсолютного значения. Ряд n от 2 до бесконечности логарифм n деленное на n. Хорошо проверяется интегральным признаком. Интеграл от 2 до бесконечности логарифм х деленное на х до х. Вычисляем интеграл прямо по правилам. Верхний предел меняем на некоторое число, которое стремится к бесконечности. Интеграл от 2 до b логарифм х деленное на х. Это дает двойной логарифм, потому что dx деленное на х это же производная логарифма х или дифференциал логарифма х. Значит, это дает 1 2 логарифм в квадрате х или логарифм в квадрате b минус логарифм в квадрате 2. Когда b стремится к бесконечности, логарифмическая функция не ограничена и бесконечно возрастает. Следовательно, несобственный интеграл расходится. Соответствующий ряд абсолютного значения расходится. Заключение. Заданный нам ряд условно сходящийся ряд. Вот то, что предполагалось на сегодняшнее практическое занятие. Вот можно взять книгу Бермана, порешать задачи с 27.96 до 27.98. А домашнее задание то же самое, от 99 до 28.01. Значит, что получается? В следующий раз мы уже, наверное, начнем уже догонять лекции. Следующее практическое занятие – это степенные ряды. У нас лекция… Мы на лекции уже рассмотрели степенные ряды, так ведь? Вот степенные ряды начнем исследовать. А потом ряды Тейлора и Маклорена уже близко к промежуточному контролю мы подходим. Так что промежуточный контроль будет либо в девятую, либо в десятую неделю. До этого надо разместить модуль. Прямо размещайте модуль. Легче там проверять. Самостоятельная работа и РГР. РГР 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 по книге Рябушка. В конце параграфа есть решенные задачи, аналогичные вашего задачи. Сейчас я заканчиваю. Если есть вопросы, пожалуйста, давайте. Есть еще время немножко. Есть вопросы? Нет, у меня нет. Спасибо всем, кто зашел. Значит, надеюсь, следующий вторник… У нас большая тема, следующий вторник побольше займемся. Надеюсь, с интернетом не будет проблемы. У меня опять мигает. Опять сейчас пропадет. Спасибо. Я завершаю. Спасибо большое. До свидания. Спасибо. До свидания.